Финансирование сохраняет свою актуальность. Уважаемые коллеги, в предстоящий период перед нами стоит задача по минимизации последствий кризиса и замедления экономического роста. Одним из очевидных фактов стало то, что пандемия ускорила развитие цифровизации, приблизила цифровое будущее, что адаптировало нас к потенциальным новым бизнес-процессам. В этой связи нам необходимо ускорить формирование единого цифрового пространства Союза и цифровых экосистем, которые в конечном итоге будут способствовать полноценному обеспечению четырех свобод на внутреннем рынке АЭС. Говоря о свободах, хотел бы особо отметить текущее невыгодное положение трудящихся мигрантов, в котором они оказались из-за введенных ограничений на передвижение физических лиц. В настоящее время остро стоит вопрос постепенного снятия ограничений, увеличения количества рейсов между нашими странами, как для обеспечения предприятий необходимым количеством трудящихся, так и для возвращения трудящихся мигрантов к своим рабочим местам. Уважаемые участники, для восстановления экономик и повышения конкурентоспособности Союза в мировой экономике необходимо дальнейшее углубление интеграции с постепенным сближением уровня развития национальных экономик государств-членов и жизни населения. Выражаем надежду на активизацию работы по дальнейшему устранению имеющихся барьеров, изъятий и ограничений функционирования внутреннего рынка Союза, как одного из важнейших факторов обеспечения свободного передвижения товаров, услуг капитала и трудовых ресурсов. Нам предстоит большая и нелегкая работа. Только совместными усилиями удастся достигнуть поставленных целей и выйти из кризиса. Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, позвольте еще раз выразить глубокую благодарность казахстанской стороне и лично Оскару Закпаевичу Мамину за отличную организацию сегодняшней встречи и пожелать успехов в качестве председательской стороны ВАЭС. Благодарю за внимание. Спасибо, Лорбек Асамединович, за ваше выступление. Следующее слово предоставляется представителям правительства Российской Федерации Мишусин Михаил Владимирович. Уважаемый Оскар Закпаевич, уважаемые коллеги, еще раз я рад приветствовать всех вас в этом году впервые на заседании нашего Межправительственного Совета, Евразийского Межправительственного Совета. Хотел бы присоединиться к словам благодарности к Оскару Закпаевичу, к нашим казахстанским коллегам за блестящую организацию проведения форума, а также за проведение на очень высоком уровне Международного цифрового форума, который уже состоялся в четвертый раз и стал отличной площадкой для обсуждения перспектив цифрового развития нашего объединения. Отдельно хотел бы также поприветствовать и Улукбека Асамединовича Марипова, премьер-министра Киргизии, поздравить его с назначением, пожелать ему удачи в его работе. Он впервые здесь сегодня присутствует на заседании. Также глав правительств, государственные наблюдатели в Союзе, в частности здесь присутствует уважаемый Абдулай Анигманович Арипов, представитель правительства Узбекистана, также поприветствовать представителей Кубы и Молдовы. Прошедший год был непростым для всех стран пятерки и благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран. Борьба с коронавирусом, считаю, остается важным направлением нашей совместной деятельности. Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможности для вакцинирования на территории всего Союза. В России, вы знаете, уже зарегистрировано две вакцины, идет регистрация третьей, и по поручению президента началась бесплатная массовая вакцинация. Мы готовы оказывать партнерам всю необходимую поддержку, делиться опытом, и с каждым из вас мы активно взаимодействуем в этом направлении. Необходимо принимать и другие меры, чтобы не давать инфекции распространяться, создать условия для безопасного пассажирского сообщения внутри Союза. Для этого, как уже говорили, в пилотном режиме запущен проект путешествия без COVID-19. С 1 февраля граждане Евразийского Союза могут при пересечении границы предъявлять отрицательные результаты исследований на коронавирус через специальное мобильное приложение. И хотя пока в проекте участвуют только Армения, Белоруссия и Россия, мы, конечно, ждем расширения такой практики. Уверен, что в результате использования мобильного приложения людям будет гораздо удобнее и быстрее вернуться к обычной жизни. Смогут также они выехать на работу в другую страну, путешествовать. Уважаемые коллеги, коронавирус и его последствия, такие как нестабильность рынков, замедление экономического роста, это, конечно, не единственные вызовы, с которыми сталкивается наше объединение. Казалось бы, распространение опасного заболевания подорвало экономическую активность в большинстве стран мира, усугубило уже существующие проблемы. От этой беды ни одного жителя, ни одной страны не было, я бы сказал, иммунитета, который бы мог его защитить. В том числе не было иммунитета и экономики. Но вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, наладить сотрудничество для борьбы с последствиями пандемии, к сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах. Все это может привести к непредсказуемым, я бы сказал, даже опасным последствиям. С каждым годом усиливаются экономические санкции, протенциализм, обостряются торговые войны. И в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие в рамках Союза промышленной кооперации и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень. Именно с таким предложением в декабре выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, рассчитываем, что мы оперативно приступим к реализации достигнутых договоренностей в этой сфере. И особое внимание уделим общим проектам по производству высокотехнологической продукции. В конце прошлого года главы государства утвердили стратегию развития Евразийского Союза на ближайшие пять лет, а также подготовили содержательный план по реализации этого документа, который, конечно, необходимо согласовать и принять. Он должен включать конкретные мероприятия, четкие сроки их выполнения, фуксировать внимание на создании условий для опережающего развития экономик, обеспечивая комфортных условий для жизни и работы в наших странах, формирование благоприятной деловой среды. Действовать будем комплексно по всем направлениям. В сфере здравоохранения надо, с учетом опыта коронавируса, усилить поддержку совместных инициатив и проектов в области научных исследований и внедрения инновационных решений. Тех, которые в первую очередь касаются профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний. В образовании предполагается создание единого информационного портала. Сегодня мы видели отличные наработки наших казахстанских партнеров. Предстоит обеспечить признание на всей территории ИАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, а также ученых степеней и званиям. Приоритеты и такие направления, как распространение умных, энергоэффективных технологий, внедрение принципов зеленой экономики – все это позволит стимулировать научно-технические прорывы, сформировать на пространстве Союза территории инноваций. Считаем, что страны пятерки должны усилить также взаимодействие по цифровизации национальных экономик. Сегодня мы говорили об этом подробно в рамках конференции, и мы отметили инициативы Фонда цифровых проектов Евразийского банка развития. Надеюсь, что также Евразийский банк развития будет активно работать в этом направлении. Также говорили мы о необходимости сближения налогового законодательства. Это очень важный шаг для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Последние несколько лет налоговые службы многое сделали для снятия существующих барьеров. Продолжим курс на углубление интеграции по этому направлению. Соответствующая дорожная карта разработана. Мы ожидаем, что партнеры уже в скором времени предоставят свою позицию по ней, чтобы можно было начать действовать. Евразийский экономический союз всегда открыт диалогу. Россия выступает за привлечение к участию граждан, общественных организаций, бизнес-сообщества, взаимодействия с третьими странами, международными объединениями и организациями. Укрепление сотрудничества с государствами, содружества независимых государств. Уже идет серьезная работа и по сопряжению ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс, один путь». Это важный этап построения большого евразийского партнерства, пространства для совместного развития. Стратегия союза создает основу для принципиально нового уровня международного позиционирования нашего интеграционного объединения. И необходимо использовать эти возможности. Расширение географии сотрудничества всегда помогает наращивать торговый оборот, укреплять взаимодействие в самых разных сферах, упрощать административные процедуры. А главное, это поможет усилить позиции ЕАЭС на международной арене. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Михаил Владимирович, за Ваше выступление. Уважаемые коллеги, благодарю Вас за Ваше содержательное выступление. А теперь позвольте предоставить слово главам правительств государственных наблюдателей при Евразийском экономическом союзе. Предлагаю выслушать видеообращение премьер-министра республики Куба Крусом Мануэль Мореро. Глубоко уважаемый господин Аскар Мамин, премьер-министр республики Казахстан, многоуважаемые господа главы правительств и делегаций. Хочу поблагодарить Республику Казахстан, нынешнего председателя Евразийского экономического союза, за приглашение принять участие в этой встрече. Надеюсь, в будущем мы сможем присутствовать на этих заседаниях, поскольку в этот раз такой возможности не предоставилось из-за сложной международной эпидемиологической ситуации, порожденной пандемией COVID-19. Мы отмечаем организационную работу Евразийской экономической комиссии и в особенности председателя ее коллегии Мясниковича Михаила Владимировича. Этот межправительственный совет имеет особое значение для Кубы, поскольку наша страна впервые участвует во встрече в качестве государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Эта площадка предоставляет возможность расширить братские отношения, установленные нами с государствами-членами организаций за последние 30 лет. Этот форум проходит в сложные международные обстановки. Пандемия COVID-19 породила масштабный системный кризис, усугубляемый торговыми войнами и односторонними репрессивными мерами, нарушающими международное право. Куба была вынуждена противостоять этим проблемам в условиях беспрецедентного ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством США. Я благодарю государства-члены Союза за неизменную поддержку требования прекратить экономическую блокаду в опротиве моей страны. Недавнее отключение Кубы в незаконный, составляемый в одностороннем порядке, список государств-спонсоров терроризма, публикуемый Госдепартаментом США, явилось одним из самых последних проявлений враждебной, лишенной легитимности и обреченной на провал политики. Куба самым решительным образом осуждает эту ложную квалификацию и высоко ценит поддержку, оказанную международным сообществом. Ваши превосходительства, сокрушительные последствия COVID-19 делают очевидным тот факт, что солидарность, принцип многосторонности и сотрудничества являются наиболее эффективным способом противостояния общим вызовам. Наша страна несет обязательства в работе над интеграционными проектами, предлагаемыми Евразийским экономическим союзом, а также предоставляет в распоряжение государств-членов наш потенциал для борьбы с COVID-19, в частности, в виде медицинского сотрудничества, биотехнологии и производства вакцин. Равным образом мы подтверждаем нашу готовность к сотрудничеству по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые полностью соответствуют плану социально-экономического развития нашей страны на период до 2030 года. Мы приветствуем возможность присоединения к евразийским инициативам, сосредоточенным на сферах энергетики, промышленности, транспорта, туризма, финансов и устранении торговых барьеров. Мы также с интересом рассматриваем создание совместных предприятий и развитие комплексного цифрового преобразования производственных секторов, расширение доступа к внешним рынкам, сотрудничество с другими региональными инициативами, в том числе инициативой «Один пояс – один путь», а также намерение установить связь между национальными системами перемещения сырьевых товаров государств в члены. Назначение нашего посла в Российской Филиппении на пост постоянного представителя при Евразийском экономическом союзе и его взаимодействие способствовать активному участию Кубы в проектах Союза. Публика Куба будет чтить свой статус улненной твердой решимости присоединиться к его целям, связанным с развитием и интеграцией, предлагая наши скромные возможности и искренние печать бабольшой. Дорогие коллеги, дорогие члены делегации, прежде всего, позвольте поприветствовать Евразийского союза, объем который составил процент. В создавшихся условиях правительства многих стран принимают стратегические решения о поддержке и улучшении условий деятельности бизнес-среды. Естественно, мы не исключение. Республика Молдова также приняла ряд мер в этом направлении и перечислили лишь некоторые. Допустим, продление сроков по выплате налоговых обязательств, поддержка малых и средних предприятий выплатами субвенций тем, кто вынужден был полностью остановить деятельность из-за кризиса. Создание благоприятных условий для цифровиза для индустрии информационных технологий и целевые политики для этой отрасли. Страна стала более привлекательной для инвесторов. А для малого поколения... ...конкурентоспособности, диверсификации индустрии информационных технологий, стимулирование стартапов и их ориентирование на цифровые инновации во всех отраслях экономики, в пункте на территории Республики Молдова. В нашей стране было утверждено дорожное действие и продвижение цифровых услуг для деловой среды, стимулирование использования инструментов электронной торговли, упрощение таможенных процедур для онлайн-экспорта и стимулирование почтовых и курьерских услуг, также продвижение национальных и международных платформ электронной торговли. Уважаемые коллеги, ...наблюдателя при Евразийском экономическом союзе естественно заинтересована в эффективном использовании имеющихся возможностей как для увеличения торговых в этом хозяйстве, промышленности, естественно цифровой экономических условиях. Это не банальное пожелание. Это уже становится серьезным, крепким пожеланием здоровья и успешной работы. Благодарю за внимание и спасибо вам огромное. Спасибо, Аурелий Валерьянович, за ваше выступление. Глава делегации, участники заседания. Прежде всего, хотелось бы выразить признательность уважаемому Аскару Закбайчу Мамину за приглашение и прекрасную организацию нашего мероприятия. Узбекистан придает важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Особо отмечаем растущий международный авторитет ЕС и укрепление его плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества со многими зарубежными странами, а также международными и региональными организациями. Уважаемые коллеги, президент Республики Узбекистан, уважаемый Шахат Миромонович Мирзеев, на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря прошлого года подчеркнул, что страны ЕС являются для нас традиционно надежными торгово-экономическими партнерами. Убедительным доказательством этому может служить то, что за последние 4 года объем торговли между Узбекистаном и странами Союза вырос на 75%. Сегодня на долю государств ЕС приходится около 30% внешнеторгового оборота Узбекистана, а в разрезе отдельных товарных позиций этот показатель доходит до 80%. Узбекистан рассматривает взаимодействие с Евразийским экономическим союзом как возможность для дальнейшего наращивания и полного использования потенциала экономического сотрудничества между нашими странами. Решением президента Республики Узбекистан Шахат Миромоновича Мирзеева сформированы институты по эффективному взаимодействию с ЕС. Создана координационная комиссия во главе с премьер-министром. Назначены национальный координатор и уполномоченный представитель. Мы готовы к выстраиванию конструктивного сотрудничества на принципах равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. В пользу случая хотел бы обозначить наше видение сотрудничества Узбекистана с ЕС. Прежде всего, достигнутые за последние годы высокие темпы торгово-экономических отношений со всеми государственными членами ЕС служат убедительным свидетельством того, что экономики наших стран не конкурируют между собой, а во многом дополняют друг другу. Уже сегодня в Узбекистане действует свыше трех тысяч предприятий с участием капитала стран ЕС. Успешно реализуются значимые совместные проекты в таких сферах, как металлургия, энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, легкое, пищевое и других отраслях. Перспективным представляется дальнейшее углубление промышленной кооперации, а также формирование устойчивых цепочек создания добавленной стоимости на основе передового опыта и инновационных подходов. Расширение инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации позволит повысить конкурентоспособность наших экономий совместно продвигать продукцию на рынке третьих стран. Во-вторых, наша страна обладает огромным потенциалом взаимодействия в сфере транспорта и транзита. В этой связи перспективным направлением сотрудничества, на наш взгляд, является совместная реализация инфраструктурных проектов, например, таких как строительство трансафганской железной дороги, призванные способствуют более эффективному использованию имеющихся и формированию новых транспортных коридоров. Это позволит существенно снизить издержки, сократить сроки доставки грузов и, самое главное, обеспечит выход на новые перспективные рынки сбыта. Третье. Особое внимание нами уделяется тестовому взаимодействию с государственными членами объединения по гармонизации нормативно-правовой базы в области технического регулирования санитарных и фитосанитарных мер. Четвертое. Важным направлением сотрудничества является создание соответствующих условий для граждан наших стран, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории государственных членов ЕАЭС. Уверены, что внедрение надлежащих механизмов организации работы трудовых мигрантов будет способствовать формированию цивилизованного рынка труда на пространстве ЕАЭС. Пятое. Узбекистан, как страна, обладающая значительным научным потенциалом, имеет все возможности выступить в качестве партнера в процессе создания и развития научно-инновационных территорий на пространстве ЕАЭС, направленных на производство высокотехнологичной продукции, отвечающей перспективным рыночным потребностям. Уважаемые участники заседания, Республика Узбекистан сегодня находится на важном этапе масштабных политических преобразований и социально-экономических реформ. Продолжается активная и открытая экономическая политика, обеспечивается глубокая модернизация промышленности, формируется благоприятный инвестиционный климат, создаются условия для развития предпринимательства и активного вовлечения населения в экономические процессы. Узбекистан исходит из четкого понимания того, что сотрудничество с зарубежными партнерами должно прежде всего отвечать национальным интересам. Полагаем, что сотрудничество Узбекистана с Евразийским экономическим союзом будет взаимовыгодным, позволит открывать новые горизонты и придаст дополнительный импульс к динамичному развитию экономик и росту благосостояния народов наших стран. Уважаемые коллеги, как было отмечено сегодня на форуме Digital Almaty, цифровизация является одним из ключевых условий обеспечения устойчивого роста наших экономик. В этом контексте Узбекистан готов активизировать работу по созданию в стране необходимых условий для ускоренного внедрения цифровых проектов, реализуемых на пространстве ЕАЭС. В частности, такие проекты, как единые электронные платформы, унификация обмена данными и внедрение совместных электронных сервисов в различных отраслях и сферах. В заключение хотел бы ещё раз поблагодарить уважаемого Оскару Загбаевича за традиционно тёплое гостеприимство на земле братского Казахстана и пожелать нашим казахстанским друзьям успешного председательства ЕАЭС в этом году. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, признательны всем вам за ваше выступление и позвольте продолжить наше заседание. Для оглашения вопросов повестки дня в широком составе в заседании Межправительственного совета слово предоставляется представителю коллегии ЕАЭК Мясниковичу Михаилу Владимировичу. Большое спасибо. Уважаемые главы правительств, все вопросы повестки дня расширенного состава и проекты решения в установленном порядке подготовлены, прошли необходимые экспертные правовые все процедуры и вношу предложение подписать их без обсуждения. Спасибо, Михаил Владимирович. Уважаемые коллеги, как уже сейчас было заявлено, все вопросы широкого состава согласованы. Предлагаю подписать акты по ним без обсуждения. Сегодня у нас также запланировано подписание плана мероприятий 2021-2022 годы по реализации меморандового углубления взаимодействия между ЕАЭК и Исполнительным комитетом СНГ. Предлагаю перейти к церемонии подписания плана мероприятия. Сергей Николаевич Михаил Владимирович. Подписываю два документа. Вернее, один документ, две подписи. Спасибо. Вернее, один документ, две подписи. Спасибо. Уважаемые участники заседания, разрешите объявить заседание Международного совета закрытым. Приступаем к церемонии подписания наших документов. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...